День рождения Церкви, Святая Пятидесятница, Зелёные Святки. Всё это название одного из величайших праздников христианства – Троицы. О догмате Троицы, особенностях празднования, говорим сегодня с наместником Святого Спенской Киево-Печерской Лавры, Владыкой Павлом. Благословите, Владыка. Бог вас благословит во имя, Отца и Сына, Ситаго Духа. Итак, что же за праздник этот Троица, такой значимый и такой большой праздник для всех христиан? Праздник Троицы, он имеет большое значение для каждого человека, особенности для христианина. Потому что многие люди не понимают, что Бог Троичный – три ипостаси, но едино Божество. Отец, Сын и Дух Святый, о которых говорится ещё на первых страницах Библии. Сотворим человека по образу и подобии нашему. То есть уже Отец Небесный возвещает Словом, что придёт время, когда Слово приимет плоть и будет обитать между нами, и будет жить вместе с нами для того, чтобы спасти падший человеческий род. Дух Святый носился над водами, когда была ещё не устроена земля. Поэтому всякий здравомыслящий человек, который хочет увидеть Троицу, он должен прочитать страницы Ветхого Завета. Потому что если читать полностью Библию, Ветхий Завет, то мы найдём несколько противоречий, как некоторые думают. Но в Священном Писании нет противоречий. Есть как раз то, что необходимо для уразумления каждого человека. Мы видим, что Господь Троица явился Аврааму. Есть такое благочестивое предание, что Авраам очень был гостеприимный, это действительно так. Но люди, которые жили в окружности, уставали, когда видели много приходящих людей для Иерусалима, или просто приходили к Аврааму послушать его мудрости. Было время, что они перегородили дорогу. И на протяжении трёх дней никто не мог прийти к Аврааму. И когда разобрали эту перегороду, сам Господь в Троице в виде трёх ангелов прибыл Аврааму и сказал те великие слова, которые все исполнили, что от Авраама произойдёт великое множество народа, и что Сара родит на следующий год Исаака. И всё это исполнилось. И правотец Авраам обращается к трём как единого господа, господин, то есть Божий. И здесь мы видим, что это было не случайное явление, потому что Господь указал, что если даже будет один праведник, проживающий в городе, в том или ином селении, Господь помилует эту страну. Мы видим троичность троицу в Новом Завете. Первое открытие, откровение троицы – это когда Господь крестился на реке Иордан. Сын крещается, Отец глаголит, и Дух Святый в виде голубя сходит на Богочеловека Иисуса Христа. Второе явление троицы в Новом Завете – это когда Господь преобразился. Сам Плотию указал, что преображение человека должно происходить всегда. Мы должны восходить из силы в силу. И Отец Небесный свидетельствует сей Сын Мой Возлюбленный и Дух Святый в виде облака дает возможность видеть людям. Моисей и Илья. Моисей был из тех людей, кто умер, а Илья был взят на небо живым. Но это увидели апостолы. В беседе со Спасителем говорились о предыдущих страданиях, потому что преображение было чуть больше, чем за неделю, до Страстной Седницы. Поэтому Троица всегда была, есть и будет. Люди, которые не знают троичности Бога, они не могут иметь спасения. Потому что Отца никто же нигде же не видит. Бог Отец, Сын, всегда был и есть. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. И Дух Святый, который руководит человеческой жизнью. Невзирая на наши грехи и беззаконие, Дух Святый всегда находится в человеке. Но только я бы сказал, что человеческим языком не раскрывшись, мы не даем своими грехами Духу Святому развивать нас, чтобы все люди видели добрые дела и прославляться Небесным. Потому что все Духом Святым живет и движется. Если Дух уходит из человека, который всегда есть с нами и у нас, тогда человек становится мертвецом. Но есть еще мертвецы живые. То есть те люди, которые всячески унижают Бога, думают, что они что-то могут забыть о том, что без меня не можете творить ничего. Вот есть несколько явлений о Троице Аврааму, преображении, крещении. Почему праздник Троицы празднуется именно сейчас, в День Пятидесятницы? В День Пятидесятницы и Ветхий Завет тоже был праздник Пятидесятницы, взятие скрыжали Моисея. А здесь Сам Господь указал ученикам по воскресенье и по вознесению особенностей, сидите в Иерусалиме до того времени, пока не получите другого утешителя, Духа Святого. И Сам Господь сказал, если я не пострадаю, не уйду к Отцу, то не пройдет Дух Святый утешитель. Поэтому все промыслом Божьим у Церкви утверждено так, что Господь сказал, что не пришел нарушить законы пророки, а сопоставил и исполнился то, что было сказано через пророков. Поэтому в сороковый день после воскресенья Господь, видимо, оставляет мир, а невидимый всегда с нами. И через десять дней утверждаются ученики, и наша Церковь получает утверждение и начинает свою жизнь, рождение Церкви. Потому что Духом Святым все в Церкви движется, «Изволяйся Духу Святому и нам», когда начинаются какие-то великие события, особенности соборы, поместные соборы, вселенские соборы, всегда говорилось «Изволяйся Духу Святому и нам», потому что Дух Святый всегда наставляет человека и дает то для человека, что необходимо для его собственной жизни. Действительно, Троицы называют еще днем рождения Церкви. Расскажите про апостольское преемство, что это такое? Апостольское преемство мы получили от святых апостолов, поэтому есть Церковь апостольская. Господь учредил Церковь Духом Святым и своей Святой Кровью, запечатлел воскресенье. И апостолы, получив обетование Святого Духа, приняли этот Святой Дух, и он через рукоположение дается это благодать Святого Духа, священнослужение и преемственность апостольского служения. То есть апостолы получили этот Дух в 50-й день, они получили благодать Святого Духа прощать и разрешать грехи и в первый воскресный день, потому что Господь явился дверем затворенным. Мы не можем этого понять своим умом, как мог Господь пройти через стены, через дверь, но Он это совершил. И как раз Евангелие свидетельствует, дверем затворенным, и пришел, сказал, «Мир вам, мир мой даю». Он не тот мир, который дает мир, о котором сегодня многие говорят, но действительно, кроме ненависти и злобы, сучастной особенности мира, он больше ничего не дает. А когда апостолы в 50-й день получили благословение, и это благословение передается через рукоположение. Вот, к примеру, апостол Андрей рукоположил блаженнейший митрополит Владимир. Блаженнейший митрополит рукоположил меня, владыку ректора Антонио, владыку Климента и других архиереев. И эту преемственность мы, возлагая на других, избираемых синодом церковью людей, мы возлагаем руки, это как раз является преемственность апостольского служения. И апостол Павел говорит Тимофею, ни на кого быстро руки не накладывают. То есть, не рукополагай, не испытав в вере, в искусности веры, то есть знание, учение о церкви и самой церкви. Поэтому тут как раз те люди, которые сами себя сегодня очень, это видно много, раскольников, которые появились вчера, после вчера, еще появятся, потому что Господь сказал, приду, обрявшу ли я веру. Какую веру? Которую Он основал. Поэтому как раз преемственность, это есть рукоположение апостолу и передается из рода в род. Когда мы говорим про веру и про те догматы, которые мы исповедуем, как православные христиане, главный догмат — это троечность Бога, единого Бога в трех лицах, в трех ипостасиях. Были разные версии, начиная от… Арианская. Арианская, да. А там, кто кому подчиняется, где кто, от кого зависит. Какой сейчас догмат православной церкви касательно трех личностей, трех ипостасий Бога? Самое основное учение церкви — это символ веры, который был составлен на первом, втором вселенском соборе и остальными пятью вселенскими соборами были утверждены. Веру и у единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми неба, то есть Господь создал. И у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, которого тоже приписывали, и одни говорили, что Он Бог без человечности, и другие говорили, что Он Человек. Но Иоанн Златоуст свидетельствовал нам о том, если мы говорим, что Иисус Христос только Бог, то мы не спасены. И если мы говорим, что Иисус Христос есть человек, мы тоже не спасены, потому что неслитно, нераздельно соединяются, несоединяемые, Богу-человек. Христос является Богом и был, и есть, и будет Богом, но принимает нашу с вами плоть для того, чтобы спасти нас. И это спасение только приходит не в слиянии и не в соединении, а просто принимает Бог человеческую плоть и становится не просто человеком, а Бога-человеком. Если бы Он стал просто человеком, Он бы не смог бы воскреснуть, потому что это было Ему неподвластно. Хотя мы читаем в Священном Писании, что сказано, Бог воскресил Его, то есть воскресил не Иисуса Христа, а воскресил плоть, Он же Сам, Владыка и Творец Вселенной. Когда дальше начали развиваться вольнодумства, когда в церкви появились такие люди, которые хотели поставить себя в знание веры, они унизили также и Духа Святого, они сказали, что это тварное существо. Поэтому Второй Вселенский Собор как раз и утвердил, что Дух Святый тоже есть Бог. И в Духа Святого Господа животворяши, и же от Отца исходяши, и с Отцами и Сыном, с поклоняемой славным голосом пророки. Вот как раз эта преемственность через апостолов, пророку, пророку и апостолов, она происходила и происходит до сегодняшнего дня. Потому что апостолы, пророки нас привели к Иисусу Христу, будем говорить, к Ифлиемским яслям, и указали, пришло время исполнения божественного промысла и воли. Бог не оставляет небо, но соединяется с человечеством, и живет между нами для того, чтобы спасти. Поэтому, знаете, не понять человеку божества, троичности. И я считаю, если ты не можешь разобраться сам в себе, то не стоит влезать в догматы, а нужно воспринять верой, без сомнения, потому что Дух Святый через святых мужей, апостольских, епископат, который установил это все, говорил сам. Человеку самому невозможно прийти к познанию божества. Есть одна такая история, что человек хотел понять троицу, и приходит к берегу, и мальчик в королупу яйца переливает из моря в песок вода, говорит, ты что хочешь? Говорит, ну, хочу показать, что хочу вычерпать море, а это тебе невозможно. А мальчик говорит, тебе невозможно понять из самого же его начальной троицы догмат. И мальчик стал невидимым под ним. Это был ангел, который вразумляет человека. Поэтому эта тайна велика, непостижима, но насколько мы очистим в своем сердце ум, настолько Господь откроет нам эту величайшую тайну. Вы смотрите проект «Акцент». Сразу после выпуска новостей вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова